Любовь Не уходи, не уходи Пускай слова сожгут язык и губы Я должен их тебе произнести Любовь Не покидай меня Не уходи, не уходи Я жду тебя, когда звезда и вечер Я жду тебя, когда закат крова Гляди, гляди, плоды текут, цветы в траву Гляди, росу с собой, пронзают травы Любовь, любовь Не покидай меня Не уходи, не уходи Я жду тебя, когда в саду цветы и вечер Когда дозор теней на полпути А ветер Горсты 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 Не уходи Не уходи Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Уведите Я буду жаловаться Что скажете Сантельяну? Если он связан с бандой, сейчас прихватить его не удастся Максимум Штраф за нарушение правил навигации Больше за ними ничего И все же займитесь этим типом Проверьте через Интерпол Мне не нравится его физиономия Я знаю многих кому не нравится, но скажем Моя физиономия Из этого ничего не следует Проходите Выехали Проверьте через Интерпол Проверьте через Интерпол Проверьте через Интерпол Проверьте через Интерпол Багер, отключи Откуда? Рой Быстрее Быстрее! Полиция! Колеса пробиты. По машинам. Что случилось? Ничего особенного. Просто ваши друзья хотели вернуть вам свободу. Не дожидаясь, пока это будет сделано законным путем. Расита приехала. Салют, Расита! Сеньора Расита! О, черт! Добрый день! Что привезли? Продукты и почту. Спасибо. Возьмем? Давай. А ну-ка. Ладислав, а у вас это неплохо получается. Когда я учился в Братиславе, я подрабатывал на товарной станции грузчиком. И зря бросил эту профессию. А теперь я понимаю, откуда у вас такое силище. Да разве это силище? Да разве это силище? У меня вот, например, отец на спор быка поднимал. Как вы одна управляетесь с отелем сеньора Расита? А что с ним управляться? Раньше, когда муж жив был, то действительно только поспевая народу пропасть на руднике. Работала. Из города наезжали. Номеров не хватало, ресторан всю ночь гудел. А когда левые пришли? Конечно. Хозяева за границу поудирали. Рудник мертвый стоит. Тут много чего. Позакрывали. Народ разбежался. Хотела продать отель. А кто его теперь купит? Он нас с Микки еле-еле кормит. Да, времена у вас сейчас нелегкие. Да уж. Но край ваш богатый, медь. Построят электростанцию, будет энергия, все пойдет по-другому. Придут люди, и отель ваш снова оживет. Все, все, сгрузили. Сейчас поедем. Дай-то Бог. Вы тут поосторожнее. Места у нас скверные. Кресты возле отеля видали? Видел. Там муж мой. Серхио. Сестра моя, вот его мать. В прошлом году бандиты в отеле перестрелку устроили. Всех сразу. Только я вам этого не говорила. Договорились, синьор Россито. Пошли. Гарсия Маркес. Сто лет одиночества. Считаете по-французски? А что здесь удивительного? Да, вы же подданный Французской Республике. Уроженец, если не ошибаюсь, Марселя. Может быть, кончим эту игру? Игру? А что вы имеете в виду? А то, что вы такой же Дювевье, как я король Марокко. Я не желаю с вами разговаривать в таком тоне. Почему вы не дали мне свидание с консулом? А? Я считаю, что это произвол. Господин Дювевье. Согласитесь, что после вооруженной попытки освободить вас, у нас есть все основания сомневаться в том, что вы действительно господин Дювевье. Эти идиоты приняли меня за другого. Ну как вы этого не можете понять, а? Ну, в машине, поджидавшей вас, находился некто Себастьян Вальдес, глава банды, промышляющий наркотиками. Вам знаком Себастьян Вальдес? Понятия не имею. Случается, конечно, что близкие родственники не знают друг друга. Но это не тот случай, господин Антонио Вальдес. Что? Я Антонио Вальдес? А кто он такой? Глава подпольного синдиката по торговле наркотиками. О, это интересно. Ну-ка, давайте. Теплая братская встреча. Антонио Себастьян Вальдесе, Парагвай, 24 мая 81-го года. А это уже деловая встреча. Карло Гальяне, торговец наркотиками, Гонконг, 19 июня 82-го года. Точность какая, а? Чепуха. Мало ли на свете похожих людей. Но двух одинаковых отпечатков пальцев не бывает. Карточка Интерпола. Достаточно. Поскольку вы гражданин нашей страны, то по новому закону вас ждет, ну, конечно, не с туалета одиночества, а так примерно 20-25. Вот, пожалуйста. Здесь все наглядно. Из двух вариантов сооружения гидроузла я предпочитаю первый. Кстати, его разрабатывали американцы. А эти ребята считать умеют. Мари, вы самая прелестная женщина из всех, которых я встречал. И как всякая прелестная женщина вы не умеете считать деньги. Вы умеете их только тратить. Мари, вот с этим афоризмом, пожалуй, можно согласиться. Да, француз прав. Конечно, этот вариант экономичней. Но при нем неизбежно затопление голубого плато с его уникальной реликтовой растительностью, занесенной в Красную книгу. Да, и древние культовые сооружения тоже уйдут под воду. Есть над чем задуматься. Но это тоже не аргумент. Храм, кстати, можно перенести вот сюда. А исчезновение некоторых растительных видов, это процесс неизбежный. Ни сегодня он начался, ни на нас закончится. Жаль, если эти красивейшие места уйдут под воду. Есть поверье, что там обитают духи наших предков. Легенда. Но мой отец никогда не охотился в этих местах. Не совсем легенда. Археолог Санчес утверждает, что там есть древние захоронения. Стоп, 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 стоп. Духи тоже занесены в Красную книгу, а? Ну что ты говоришь? Отказ от первого варианта удорожит строительство, а это весьма существенно для твоей страны. Лет 15 тому назад одной больной старой женщине, собиравшей травы на голубом плато, Явилась Святая Мадонна. Исцелил ее, превратив в прекрасную молодую синьору. И вы в это верите? А вы, Морис? О да, я верующий. Но это вздор. Я тоже не верю. Но голубой плато превратилось в место паломничества тех, кто в это верит. А здесь таких немало. В правых газетах появились статьи, где говорится, что правительство издевается над религиозными чувствами народа. И что, с этим мы тоже должны считаться, что ли? Боюсь, что да. И, к сожалению, я об этих обстоятельствах не знал раньше. Эта страна не настолько богата, чтобы оплачивать суеверие своих сограждан. В стране много врагов. И они воспользуются этим, чтобы скомпрометировать строительство гидроузла. Да и само правительство. Но это же политика. А политика нас не касается. Ну, бывают ситуации, когда экономические расчеты должны уступить политическим. В стране, где так сильна религия, нельзя не считаться настроением людей. Взрыв на центральной радиостанции и недавние взрывы в жилых кварталах столицы, как полагает управление полицией, произведены террористической группой, тесно связанной с правом альянса. Террористам удалось скрыться. В результате взрыва погибло 17 человек. 28 тяжело ранено. Полиция ведет расследование. Это зрелище не для моих нервов. Вам очевидно, это привычнее. И тем не менее, наша задача создать в стране атмосферу страха и неуверенности. Только так мы сможем снова вернуться к власти. Вчера у меня была беседа с нашим американским другом. Американцы крайне обеспокоены планами национализации банков и ключевых отраслей промышленности. Они поддерживают наш курс на дестабилизацию левого режима и готовы оказать нам всяческую помощь. Отказ предоставить нынешнему правительству кредиты... Прошу вас. Уже говори о многом. Сигару? Нет, благодарю. Так вот. Вам, конечно, известно, что в ущелье Рах работает экспедиция. Да. Как раз сегодня я читал в газете интервью с ее руководителем. Вы обратите внимание. Экспедиция международная. А возглавляет ее известный русский инженер. Так что есть серьезные основания предполагать, что контракт на строительство Рахской ГЭС правительство заключит с русскими. А в свое время строительство предполагалось поручить американцам. Совершенно верно. И наши друзья заинтересованы, чтобы этот контракт с русскими не состоялся. Вы меня понимаете? Но экспедиция работает под флагом программы развития ООН. А что, собственно, смущает? Международный резонанс, тем лучше. Любые осложнения, которые могут случиться с участниками экспедиции, подорвут доверие к правительству со стороны международного общественного мнения. А вы понимаете, что наша организация не может взять на себя ответственность за подобную акцию? Ведь случай прихода к власти права Альянса. Вы совершенно правы, мой друг. Это дело должно быть проведено так, чтобы Альянс остался незапятнанным. Мои родители живут в Татрах, у них дом Микулаша. Они хотели, чтобы родилась дочь, а рождались одни сыновья. Я у них седьмой. Я уверен, что они вас приняли бы как родную. Как родную? Поезжайте, мы вас догоним! Вот что я хотел вам сказать. Мы с вами часто видимся на конференциях, второй год работаем вместе, и мне всегда казалось... Вы говорите, говорите, я вас слушаю. Да что-то я все не то говорю. Да, я, конечно, не красавец. Да вот уже Элусеев. 30 лет уже Элусеев. Вообще-то я человек положительный. Владислав, по-моему, вы мне делаете предложение. Нет, просто я подумал... Ваш брат действовал довольно примитивно. О чем это вы? Если бы он захватил какое-нибудь значительное лицо, или группу лиц и потребовал у правительства в обмен вашего освобождения, плюс возмещение стоимости изъятных наркотиков. Я полагаю, вы были бы уже на свободе. Неплохая мысль. Жаль, что она не пришла в голову моему брату. Еще не поздно. Можно подсказать? А кто ему подскажет? Не вы ли, господин комиссар? Могу и я. Вы? Да. Но для этого я должен встретиться с Себастьяном. И вы должны мне в этом помочь. Ловко. Хотите, чтобы я своими руками отдал вам брату? Я понимаю, у вас есть все основания мне не доверять. Ну а если я заинтересован в вашем освобождении? С чего вы это, а? Мне нужны деньги, Вальдос. Я полагаю, этой суммы стоит ваша свобода. А почему я вам должен верить, а? Можете не верить, но это у вас единственный шанс. Ну? Ну? Хорошо. Рискнем. Вы знаете отель Медный ангел? Угу. Найдете хозяйку отеля, попросите, чтобы она свела вас с Себастьяном. А нам не поверить? Покажите вот это. Расчет? Первую половину получите завтра от моего адвоката. Вторую после освобождения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господа, прошу внимания. В то время, как мы занимаемся, я не боюсь этого слова, мирным трудом, наш словацкий богатырь Ладислав штурмует неприступную крепость. Как успехи Ладислава. Так. Спокойно, я пошутил. Я пошутил. Нет, не надо. Ну, подожди, не надо, я пошутил. Ну, шуток не понимаю, что ли. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, не надо. Ну, что за шутки? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Охи, слышно. Охи, обхохочешься. Мне не нравятся твои шутки. Учти, в следующий раз я заброшу тебя вон на ту скалу. Ладислав, Марис нам еще нужен. Господа, ну, его тоже можно понять. Кто может остаться равнодушным, глядя на нашу Мари? Мари, но вас я хочу предупредить. Не увлекайтесь этим типом сто лошадиных сил. Не надо, не увлекайтесь. Что я тебе сказал? Мари, вы созданы для лучшего. А Ладислав действительно к вам неравнодушен. Оставьте эту тему Марису. Извините. Марина, как поездка? А? Там, куда вы предлагаете перенести створ, возможно, значительные оползни. Ну, если это случится, то даже если плотина уцелеет, волна перелива затопит плодородные земли. Ну, возможно, все оползни пока ваше предположение. Мы же не вели там глубокую разведку. Придется вызывать геофизиков. Добрый день. Добрый день, сеньора. Как поживаете? Спасибо. Кто здесь хозяйка? Я хозяйка. Мне нужен Себастьян Вальдес. Не знаю Вальдеса. Добрый день. Здравствуйте. Себастьян Вальдес. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Себастьяна, к тебе пришли. Кто? Не знаю. Добрый день. Кто вы? Что вам надо? Прошу. Нападение на тюремную машину осложнило положение вашего брата. Антония нуждается в помощи. А что же мне делать? Напасть на тюрьму? Зачем? Есть более простой способ. Какой же? А ну пошли вон отсюда. Быстро! Так какой же способ? Захватить группу лиц, имеющих для правительства особый интерес. И потребовать в обмен освобождения Антонио. Плюс возмещение убытков, нанесенных вам изъятием наркотиков. Каких лиц? В ущелье Руах работает она экспедиция. Да, кому они нужны? Может быть лучше какого-нибудь министра? А? Министром правительство может пожертвовать. А вот отношения с Организацией Объединенных Наций осложнять не захочет. Политика. Нет, это не по мне. Это приказ Антонио. А кто ты, собственно, такой, а? Достаточно, что это известно вашему брату. Хорошо. Я попробую. Эрнеста. Да. Ну-ка спустись в лагерь и посмотри, что там происходит. Хорошо. Только быстро. Зачем ты парня послал? А если поймает? Тебя они спросили. Он Вальдес. Пусть привыкает. Пусть привыкает. У деньги. И даже. Пусть привыкает. Пусть привыкает. Пусть привыкает. Пусть率. А если больнатира Так что я думаю, что самый подходящий день именно сегодня. Вы так думаете? Я убежден в этом. Чехохбили. Изготовлено по рецепту моего московского друга Реваза Келадзе. Правда, вместо хмели-сунели пришлось положить карри, а вместо курицы... Попугая? Не обижай горную куропатку. Но по какому поводу? Прошу. Внимание, внимание. О! Ха-ха-ха! Похоже. Да. Ха-ха-ха! А! А что случилось? Сегодня у нас тринадцатая. Да, тринадцатая. Бивля-по! Наздрава, велисида сьонес! Поздравляю! Поздравляем с днем рождения! Надо же, забыл. О-о-о! Ха-ха-ха! Опа! Ха-ха-ха! Три охранника. Так. Пять рабочих и пять детях из экспедиции. А это откуда? Лежал. Да. Ха-ха-ха! Воспитание. Оставайся здесь. Редупреди всех. Не стрелять. Пошли. Не стрелять. Начинаем прямую трансляцию из парижского зала Олимпия. По заявкам новорожденного. У нас в гостях Борис Боро. Борис Борис Борисов. Три охранник был. Но мне тоже забрали в русскую. Борис Борисов. Но знаменитую, за весь рыбعды. Ну а еще цвеidas и свинок Борисов. Да допустим у chakraшля impact. Поехали, Антоан! Сергей! Молодец Игорь, Антоан! Прошу прощение, сеньоры, мы, кажется, помешали вашему веселью. Здравствуйте! Кто вы такие и что вам надо? Ну, знакомиться мы с вами будем потом. А сейчас я хочу, чтобы вы поехали вместе с нами. Я руководитель экспедиции. Мы работаем в вашей стране от программы развития ООН. И я требую, чтобы вы немедленно отсюда... А я требую, чтобы вы немедленно прошли к машинам. Никуда мы не пойдем. Стоп! Куда надо идти? К машинам. Вам нужно бежать. Как? Внизу лошадь. Скачите вдоль реки. Машины там не пройдут. Мне нужно переодеться. Макс, проследи. Прошу. Идите. Ну что ты там возишься? Сбежала! Догнать. Не подходи. Не подходи. Не подходи. Брось автомат. Я же приказывал не стрелять. А девку ты мне найдешь. Я из тебя. Голову сниму, если не найдешь. Макс! Макс! Интересно, Марина успела добраться до отеля? Будем надеяться. Похоже на какой-то пороховой склад. Доброе утро, сеньоры. Да, извините, но обстановочка у вас тут не самая уютная. Что вам от нас надо? От вас. От вас ничего. Мы освободим всех вас, как только власти выполнят все наши условия. Какие? Освободят из заключения одного человека, вернут нам наш товар или возместят понесенные убытки. Наркотики. Для вас это не имеет никакого значения. Торгуете наркотиками? Впрочем, вы не брезгаете убийством. Не читайте мне проповедь. А лучше напишите вашему руководству, чтобы она потребовала от правительства скорейшего выполнения наших условий. Прошу. Ничего писать мы не будем. Подумайте. Подумайте. Но чем скорее, тем лучше. Если, конечно, хотите, чтобы ваша милая компания осталась в живых. Я не понимаю, если правительство не согласится на их условия, на что, расстреляют? Можешь в этом не сомневаться. Боюсь, что дело обстоит именно так. Да. Ну, в конце концов, мы же не случайные люди. Мы в этой стране по приглашению правительства. И они должны. Да они просто обязаны пойти на обмен. Да, но мы не знаем, на кого именно хотят бандиты обменять нас. И согласится ли правительство на их условия. Сегодня мы, завтра другие. Когда-нибудь надо кончать с этим шантажем. Надо, 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 да. Но только после того, как нас обменяют. Я не хочу. Я не хочу, чтобы меня убивали. Моя мама этого не переживет. Француз прав. А что, если попробовать бежать? Бежать? Да как вы себе представляете это бежать? Да они нас перестреляют просто к чертовой матери и все. Не скажите, Морис. Мы им еще нужны. Они будут беречь нас до тех пор, пока есть хоть какой-то шанс на обмен. Да? Они убили Хосе Кадрера. Господин Юханссон. Остальных увезли. Никуда не знаю. Оставайтесь в отеле. Никуда не уходите. За вами приедут. Вы слышите, госпожа Громова? Слышу. Я видела их здесь в отеле в тот день, когда мы с вами познакомились. Успокойтесь, Марина. Идите за мной. Быстро. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пейте. Спасибо. Мы ждем двое суток. Если по истечении этого срока наши условия не будут выполнены, заложники будут уничтожены. Где женщина из экспедиции? Я не видела. А чья это лошадь, и куновязи? Это мой осел. Обыскать. Нет. Ну? Нет. Выходи, красавица. Кто стрелял? Подумать только. Я забыл, что оно заряжено. Бегите-ка через балкон, там лестница. Стойте. Не, 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 не. Рафиаза! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Повелоза Господи, Как я волновался. Хотел, искать, pelos где? Они, в отеле Нет. Пока не появлялись Ой, что делать мне некуда деться Да да, вас никто не должен здесь видеть Даже Россито? Вообще человек неплохой. Но страх перед бандитами сильнее ее Идите быстро через кухню Там сейчас никого нет. Поднимайтесь ко мне А я в случае чего отлечу их Правительство согласилось на условия Вальдеса И они получат своего шефа и еще 2 миллиона долларов Мне кажется, правительство несколько поторопилось со своим решением Можно было бы попробовать отбить их силой А вы знаете, где они находятся? И потом, это экспедиция международная И мы не имеем права рисковать жизнью ее участников Как этому Себастьяну могла прийти в голову такая мысль? Вам придется встретиться с ним И договориться о времени и месте обмена Встреча в отеле Медный Ангел Завтра в 9 Да, и вот еще что В отеле прячется женщина из экспедиции Необходимо срочно вывезти ее оттуда Иди поешь! Где это ты шатался? Я знаю, где экспедиция Это нас не касается Не касается? Нет Они хотят построить электростанцию Сюда снова вернутся люди Но разве ты этого не хочешь? Я не хочу, чтобы на холме появился еще один крест Слышишь, не хочу! Послушай, Россита Себастьян держит их на руднике На складе, где хранилась взрывчатка Мы с ребятами лазили туда за запалами Я тебе говорила, не лезь в это дело Я тебе говорила! Не хочешь? Тогда я сам один Куда? Стой! Стой, я сказала! Сядь! Ну-ка ешь Ешь, я кому сказала? Не хочешь людям помочь? Не хочу Ну ладно Куда ты? Ну-ка! Сейчас я тебя запру, чтоб ты не наделал глупостей Паршивец такой Будешь сидеть, пока не выпущу Сиди здесь! Паршивец! Что такое? На встречу поедешь без меня А, струсил Мне надо парня отвезти Я буду ждать тебя на перевале А на кой черт мне такой крюк делать? Я сказал Все Поехали Куда же она делась? Эта женщина из экспедиции Откуда я знаю? Она вон села на коня и ускакала Кто нас ждет? Вот Комиссар уголовной полиции Сантильяна Где будем разговаривать? Итак, завтра в 12 часов дня на мосту Вы подъедете со стороны города Мы с этой стороны При малейшей попытке нарушить условия Экспедиция будет уничтожена Деньги в американских долларах Все Мы договорились? Не совсем Попросите ваших Телохранителей отойти от двери Пошли вон Как вы думаете, Вакерас Что с вами сделают вальдосы Когда узнают, что одну из партий героина Вы тайно продали гальяну Деньги положили себе в карман А изобразили дело так Будто вам пришлось бросить груз Спасаясь от полиции Блефуете, комиссар Гальян арестован При обыске у него мы нашли вашу расписку Вот ее копия Мне кажется, увидев ее, Себастьян вас просто пристрелит Возьмите, возьмите На память И вообще, вы не заинтересованы в освобождении Вальдоса Он посадил вам на шею этого мальчишку Своего брата А до этого боссом были вы Я же знаю Вы думаете о том, что сейчас самое подходящее время Избавиться от Себастьяна Вы черт Если обмен по каким-либо причинам не состоится Антонио Вальдос застрянет в тюрьме лет на двадцать И вы полный хозяин дела Так Обмен не должен состояться Есть люди заинтересованные в этом Рано или поздно они придут к власти И не забудут вашу услугу Экспедиция должна исчезнуть Навсегда Что скажете? У меня нет выбора И времени тоже Поехали Я уполномочен договориться с вами об условиях обмена Обмен не должен состояться Есть люди заинтересованные в этом Рано или поздно они придут к власти И не забудут вашу услугу Экспедиция должна исчезнуть Навсегда Что скажете? У меня нет выбора И времени тоже Что делать? Их убьют? Почему вы молчите? Потому что я не знаю где они Микки! Ты что здесь делаешь? Ты зачем подслушиваешь? Я знаю где экспедиция Где? Себастьян спрятал их на На руднике На складе где хранилась взрывчатка Их можно спасти Провести по заброшенной штольне К старому входу Но в штольне могут быть завалы А у меня есть веревка, фонарь Взрывчатка Где ты ее взял? На складе Ну что? Проголодался? Вот не будешь совать нос куда не надо Ах ты пошел Сбежал Я тебе покажу Удрал Микки! Микки! Стой! 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 Паршивец такой Паршивец Ах ты! Скотина! Да А братец у меня голова Надо же такое придумать Но придумать одно И если бы не я Сворачивай на старую дорогу Зачем? А если Сантильяно Посадил нам кого-нибудь на хвост? Ах! Ах! Эй! Что случилось? Напился, как свинья. Выбросил меня из машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Их держат вот на этом складе. А ты уверен? Точно. Вон, видите, охранник с автоматом. Его зовут Макс. Так. Надо бы проверить, там ли они. Вон на крыше труба. Мы с ребятами переговаривались через нее, когда воровали взрывчатку. А с той стороны есть лестница. Я попробую? Нет, нет, это сделаю я. Они знают мой голос. Они знают мой голос. Антон Петрович, Владислав, Марис. Вы меня слышите? Это я, Марина. Мы здесь. Мико, ты что здесь делаешь? Стой. Ты можешь не мелькать. Надо бы свернуть. Да некуда догонят. На этом Ангеле далеко не улетишь. Я же говорил, надо было уходить через штольню. Ты был прав. А ну-ка, всех штольню, я догоню вас. Я догоню вас. Быстрее. Так. Ни задачей. Это ты, Анастасия. Я знаю, что здесь. Ни задачей. Мы не граждали. Я не знаю. Это же машина Росситы. Какого черта она здесь? Ну-ка догони ее. Никого. Ну, господи. Антон Петрович. Все нормально. Быстрее, за мной. Макс. Макс. Где этот болван? Где они? Ушли. Ну вот что. Вы к старой штольне. А вы на канатку живо. И ты в штольню. Лад, как ты думаешь, здесь очень глубоко? Достаточно, чтобы ты больше никогда не задавал этих вопросов. Это не самая удачная шутка. Вот ты и полезай. Макс. Макс. Что ты рюшь? Быстрее, быстрее. Ну что ты там? Ну мокрая, скользкая. Пошли. Ну что? Да там сам черт ногу сломит. Нету никого. Быстрее, быстрее. Влад. Скорей. Антон Петрович. Держи. Вот так. Марина, вот. Стойте! 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 Ты что, с ума сошел? Под колеса лезь. Пойдемте, там ралены. Осторожнее. Пойдемте, там ралены. Значит, они в санаторий направились? Да. Это очень хорошо. Это надежное место. Ты что, паршивец? Парши, не лезь в эти дела! Хорошо, еще живым вернулся. Убьют тебя, кому мой отель достанется. Хватит с меня трех крестов. Я тебе покажу. Расита! Хватит с меня трех. Не хочу прожить. До четвертого креста не хочу. Где люди из экспедиции? Я не знаю. Где оно? Отпусти, отпусти меня. Вот этот парень был с ними. Отпусти. Где люди из экспедиции? Я не знаю, где они. Не знаю. Не тройте. Нет, тройте. Я все скажу. Молчи. Пусти. Они в детском санаторий. Ну, куда? Пусти. Пусти. Паршивец. 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 Угу. Благодарю. Что произошло, Маркес? Зачем я вам срочно понадобился? Кофе. Спасибо. У меня не было другого выхода. То, что я должен вам сообщить, нельзя доверить телефону. Вы-то о чем? Дело в том, что захват экспедиции контрабандистами Вальдеса, работа комиссара Сантельяно. Да вы с ума сошли. В первый раз Сантельяно приехал в отель в четверг, в Гринне. Я его даже не узнал поначалу. Но обратил внимание на номер машины. О чем они разговаривали с Себастьяном, не знаю. Сегодня утром он опять приехал на той же машине, но уже без всякого грима. В четверг я его не посылал, а сегодня он выполнял мое поручение. Только отчасти. Вот послушайте пленку. Пойти на сговор с бандитами невероятно. Он вас видел в отеле? Он меня не знает. Вот здесь я крестиками отметил места, через которые переправляют наркотики. Ту партию, о которой я вам сообщил, переправляли Вальдесу вот здесь. Господи, там в Москве как-то не верилось, что такое бывает. Бандиты, наркотики, захват заложников. Читаешь в газете и просто не можешь себе представить. Спасибо. Я связался по радио с полицией. В горах туман, как только рассеется, за вами вышлют вертолет, как нога. Спасибо, доктор. Вы обращались со мной, как с хрустальной вазой. Ну, ваза бы такого не выдержала. Вы две недели мне морочите голову, для того, чтобы у меня вытянуть побольше денег. Вот вы напрасно так думаете. А здесь работа-то всего на два часа. Напрасно скандалите. Я посылала вон своего механика в город за запасными частями. Это очень редкая модель. Редкая модель. Сейчас уже такие не выпускают. Я знаю ваши фокусы. Россита. Где Вакерас? Где Вакерас? Я не знаю. Где Вакерас? Я не знаю. Говорите, скажите. Он же убьет вас, он сумасшедший. Скажите ему, что они в детском санатории. Выходи. Пыта! А вы, грубьян и невежа, вы не умеете разговаривать с людьми, нет? Уйдите, идиот. Эй! Эй, эй, эй! Куда вы, это ж моя машина? Стойте! Кто главный? В чем дело? Где экспедиция? Здесь никого нет. Обыскать помещение. Там дети. Это не имеет значения... Я вас провожу. Они не должны видеть этих людей из экспедиции. И спрячьте их на бельевом складе. Вы арестованы. Вот ордер на ваш арест. Ну, это какое-то недоразумение. Я сейчас же позвоню в управление полиции. Не разрешено. Ну, я могу, по крайней мере, одеться? Одевайтесь. Распишитесь. Тихо! Оружие! Оружие на пол! Руки за голову! Пройдите. Пройдите. Дверь. Дверь! Закрыть! Тихо. Тихо. Если вы не выдадите этих людей, я прикажу санаторий сжечь, а вас расстрелять. Здесь никого нет. Я уже говорил. Но если бы даже и были... Даю пять минут. Что будем делать? Они их всех перестреляют. Надо идти. Другого выхода у нас нет. Да. Пошли. Марина, а вы останьтесь. Я пойду с вами. Останьтесь. Плать троих. Я пойду. Морис. А? Спасибо, доктор. И вам всем спасибо. Ну вот. Ну вот. Так что же вы собираетесь делать с Антильеном? Бежать. Бежать. И вы должны мне в этом помочь. Сделайте паспорт. Отправьте дипломатическим багажом. Ну я не знаю, черт возьми, ну дайте свой самолет. Вы же все можете. Поймите, оставаться здесь для меня самоубийство. А вы убеждены, что этот ваш Вакерес сделает все так, как вы с ним договорились? Не сомневаюсь. У него волчья хватка. Он ненавидит Вальдеса. Так вот, этот ваш Вакерес убит. Да, да, убит. А обмен состоится, как и условлено, завтра утром. Но это невозможно. Откуда вы знаете? Вы полагаете, что кроме вас у нас нет других источников информации? Мы вам поможем, Сантильена. Но только после того, как дело будет доведено до конца. Меня ищут, за мной следят, что я могу сделать. А если во время обмена Антонио Вальдес будет убит, то заложников тут же уничтожат. Но кто это сделает? Вы. Я? Вы, Сантильена. Но это безумие. И только на этих условиях мы поможем вам скрыться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так. Расита! Людей из экспедиции могут убить. Там за мостом прячется человек с винтовкой. Какой человек, что ты мелешь? Ну тот, что приходил тогда к Вакеросу. КОНЕЦ КОНЕЦ Добрый день, господин Курмай. Добрый день. Добрый день. Хорошие новости. Да. Это касается отчасти вас. О, интересно. Владислав, Марина, Морис. Послушайте. Два месяца назад мы сообщили об освобождении участников международной экспедиции, захваченных бандой Вальдесов в качестве заложников. В результате успешных действий полиции эта банда, связанная с подпольным синдикатом по торговле наркотиками и террористической организацией Правый Альянс, на прошлой неделе была ликвидирована. Себастьян Вальдес и его сообщники арестованы. Антонио Вальдесу удалось скрыться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»